Добрый вечер, уважаемые любители мирового футбола! Лучшая лига Белгородского футбола, лучшая лига мира, а именно Белгородская, приглашает вас на матч второй лиги между командами Инферно и Кустовое. Ну что, друзья, матч сегодня принципиальный, Кустовое имеет 9 очков, Инферно 6, и, конечно, при победе Кустового сегодня борьба за чемпионство в этой лиге будет окончена. Для вас комментирует сегодня Иван Жуков, надо сказать, что сегодня заканчивается коридор затмений, 28 число, бился он в ровно 2 недели, и сегодня под эти затмения, под окончание затмения попадают эти две команды. И посмотрим, что, какой футбол они нам покажут. Итак, друзья, сегодня честь Инферно защищают. Галкиппер Виталий Иванов, полевые игроки Владимир Мирошников, Алексей Губарев, Илья Губарев, Павел Кожин, Вадим Романенко. Вячеслав Юнков сегодня не сможет сыграть, играет сегодня Артем Аксенов и Даниил Третьяков. У Кустового сегодня заявки Роман Деревлев, Юрий Белебеха, Владислав Войтенко, Михаил Галай, Максим Ефимов, Евгений Кифаренко, Игорь Листунов, Глеб Галай, Егор Дворянкин и Артем Крамчанинов. Итак, друзья, поехали. Инферно начинает сразу с правым флангом, передача в штрафную, можно забивать, удар хороший! Хороший сейчас удар был в исполнении одного из игроков футбольного клуба Инферно, но, к сожалению, данный удар отразил, точнее, не прошел точно до цели. Да, Инферно такая магическая команда, возможно, есть, сегодня будет сопутствовать удача в такой магический коридор затмений и в его окончании, этого коридора затмений. И снова Инферно, здесь Кожин пытался побороться за мяч, Галай, Галай сегодня играют два, младший и старший. Инферно снова здесь пытался, можно еще побороться, но нет, Кустовой перехватывает мяч. Что будет делать? Передача прямо туда заброс, не получается, Галай, Галай выбивай! Ну, здесь Виталий Иванов надежно играет. Еще левее. На левом фланге Инферно сейчас разворачивается событие, перевод направо, можно бить, удар! Замыкай, кто-нибудь, замыкай! Передачу GT эту, замыкай, но никто не замыкает эту передачу и момент заигран, дорогие друзья. Так, сейчас угловой, я так понимаю, будет, да, подача углового следует. А вот снова. Еще можно ударить, падает в штрафной площади Инферно, восьмой номер, но подниматься, подниматься, показывать. Да, не представили мы главного судью этого матча. Алексей Ушаков обслуживает сегодня встречу. Прошу прощения, друзья, да, я, конечно же, с Галаем, да, сказал, что Галай играет за футбольный клуб Инферно. Конечно же, это Илья Губрев, конечно же, Илья Губрев, седьмой номер был тогда, в том моменте. Вот, и сейчас он снова боролся за мяч, рыжеволосый футболист Инферно. Да, погода сегодня оставляет желать лучшего, ветер примерно 18-20 метров в секунду в Белгороде. Открытая погода, на открытом манежике играют ребята, поэтому продолжаем смотреть, комментируют, комментируют и смотреть для вас. И снова правым флангом кустовое. Перехват здесь можно было совершить. Снова правым флангом кустовое через центр, не проходит там передача. И сейчас Инферно из-за ворот, отпрашивающий из-за боковой, это Аксенов, Артем Аксенов. И снова он с мячом. Да, друзья, слышите вы, наверное, по моему микрофону, что погодные условия сейчас не лучшие, но футбол в моде при любой погоде. И снова атака могла продолжить из-за кустового, но сейчас Инферно перехватывает вновь мяч. Ошибаются там сейчас, не сообразили, как нужно правильно сыграть в той атаке. Это Илья Губарев и Артем Аксенов. И снова там, через защитников своих, хорошо нужно побороться. Это Владимир Мирошников, третий номер. Молодец на Виталия Иванова. И Виталик далеко-далеко, вот здесь зацепиться бы за мяч, но не получается. У Вадима Романенко, тридцать первого номера Инферно, сейчас зацепиться за этот мяч, дорогие друзья. Ну что ж, неплохое начало. Юрий Белебехов, защитник. Кустового там сейчас стоит, ждет атаку на свои ворота. Здесь Виталий Иванов выручает, можно добивать, добивай же, удар! Да, Виталий Иванов сейчас выговаривает, а это хорошо, игроки Кустового сейчас разыграли комбинацию. Конечно, и могли открывать счет в этой встрече, дорогие друзья, но не получилось. Не получилось это сейчас. У Александра Никулина, седьмой номер Кустового, бьют сейчас поворотом. И отворот, отворот. Далеко, высоко, хорошо. Еще можно направо сыграть, да, передача туда следует, но там уже Губарев готов был подстраховать. И снова направо, фланг можно Кустового, Кустовое снова забегает. Кубарев против восьмого номера Кустового, передача в центр, удар! Иванов блистателен, Иванов на месте, хорошо, Виталий. И снова полетела передача туда, сцепляется 31 номер, но уже нужно что-то сделать было сейчас. Нужно было что-то сделать сейчас, Вадим Романенко. Он максимально зацепился за мяч, но не получилось сейчас так, как надо. Подача с правого фланга, Инферно. Передача следует забить, толчок был здесь в спину, судья молчит. Поверим Ушакову, Кожин с мячом. Передача, удар! Мог бы быть, но промахивается мимо мяча 69 номер. Далеко. Хорошо. Да, Кожин сейчас с Романенко что-то обсуждают, как можно было сыграть в этом эпизоде. В этом эпизоде нужно было сыграть всяко лучше, чем они сыграли. Но ничего, у ребят еще будут шансы. Продолжаем матч, дорогие друзья. Я думаю, что в такую погоду удовольствие играть. Как бы не жарко, не душно, прохладно достаточно. Ну и не так, чтобы сказать, что холодно совсем. Поэтому ветер, конечно, единственное, что... Кожин может пробить удар воротом! На месте, на месте галкипер Кустового. Снова Кустовое. Да, друзья, если говорить о таблице турнирной, то, конечно, здесь, как я уже сказал, сегодня 9 очков имеет Инферно. И в случае победы, они становятся чемпионами досрочно, потому что здесь будет еще один турн. Вот. Но, а в случае победы Кустового, очки у них сравняются. Прошлое прощение, конечно, Кустовое. У Кустового 9 очков. Если сегодня Кустовое побеждает, то... Все шансы... Все шансы уходят у Инферно. И Инферно тогда будет играть еще один матч, уже ничего не решающий в плане чемпионства. Поэтому сегодня Инферно, конечно, будет пытаться зацепиться в этом матче за победу. Конечно, побеждать нужно Инферно сегодня, чтобы рассчитывать на что-то высокое. Пока что... Пока что вязкая борьба здесь идет. Да, и Ушаков показывает эту борьбу в пользу... Мяч в пользу Инферно. Поэтому для Кустового сегодня очень важный матч, дорогие друзья. Если они сегодня хотя бы в ничью сыграют, то, конечно, обезопасить себя уже от любых турнирных притязаний и станут чемпионами. Но посмотрим, посмотрим. Ничьи это редкость в таких рода матчах. Поэтому, скорее всего, здесь будет очень-очень долго. Голов. И снова Кустовое. Инферно. Вот это удар. Иванов здесь выходит. Виталий и на месте. Хорошечно играет. Отворот сейчас. Кустовое. Да, друзья, вратаря не представил. У Кустового это, конечно, Роман Деревлев защищает сегодня цвета команды из Кустового. Поперевелой. Хорошо как, Виталий Иванов. Молодец, Виталий. Выжигает сегодня в Страхной площади все и вся. И снова здесь. Смотрите, как цепляется Инферно. Не хотят они сегодня, конечно, отдавать такое легкое чемпионство к Кустовому. К Кустовому, поэтому цепляются. Цепляются сейчас изо всех сил. Никулин там сейчас своим ребятам что-то подсказывает. Около штрафной площади Кустового. Седьмой номер этой команды. Деревлев выходит и спокойно забирает мяч в ручки, Роман. И вот здесь кожен перехват. Можно бить. Он бьет. Удар. Деревлев на месте. Что покажет Ушаков? Ушаков показывает отворот. Играем дальше. Никакого муглового. И можно продолжать игру. Здесь побороться, побороться. Да, друзья, мы видим болельщики на трибунах тоже присутствуют. Смотрят сегодняшний матч. Сейчас будет удар, наверное, поворотом от игроков Кустовое. Но, конечно, Кустовое пока смотрится не как фавориты в этом матче. Пока что у Инферна было и моментов, конечно. Деревлев выручал. Ну и, смотрите, тащит. Еще вытаскивать нужно. Не дать. Перекладина, по-моему, там. Виталий Иванов. Виталий Иванов. В этом эпизоде смотрите, что творит почти буфон. И еще момент. Иванов. Ногами играет Виталий Иванов. Передачу туда можно выдать. Ну, давай передачу. Покрасивее, пожалуйста. Романенко на Кожина. Кожин крутит, вертит. Передача. А, забей. Забей. Не забил. Падают ворота от возмущения. Как в этом моменте можно было не забить. Не забить. Игрокам Инферна хромает возле ворот Виталия Иванова. Игрок Кустового лежит. Потому что, видимо, что-то больнючий удар. Да, Ушаков показывает. А медицинскому штабу нужно выйти помочь игроку. Ну, каков же Виталий Иванов, друзья. Каков же Виталий Иванов. Это просто блестяще. Если получится после матча позвать его, конечно, на интервью. Но он сейчас сделал очень много для своей команды. В двух эпизодах просто вытащил блистательно. Здесь Кожин снова прессингует. И опять, и опять. Человек, похожий на Кевина Дебрюйна. И прострел. Снова с мячом. Удар здесь. Романенко. Удар поворотом четвертого номера. Да, там Илья Губарев, седьмой номер Инферна, бежал в эту атаку. Очень похож Илья сдалека на Кевина Дебрюйна, полузащитника Манчестер-Сити. И сейчас Роман Деревлев от далеко, высоко от своих ворот. Нет, через защитника решили сыграть. Ну и правильно. И вот здесь еще Инферна. Вступает в борьбу, выигрывает ее. Ой, тут снова как разбирается, смотрите. Да, Ушаков. Ушаков сейчас показывает, по-моему, Романенко. Тридцать первому номеру, да, что нужно полегче. Сыграл, конечно, сейчас Вадим технично, но это нарушение. Сейчас борьба. Еще борьба. И вот здесь бы выбить, конечно, подальше. Инферна страхует. Может через Губарева. Упускает, упускает здесь. Ну, да, не молчит свисток судьи. И за боковой кустовое. Хорошо туда. И вот здесь Александр Никулин снова пытался прессинговать. Здесь Кожина. Романенко вот здесь за мяч, кто поборется. Мяч опускается прямо на ногу игроку из кустовое. И остается он у Инферна. В результате ошибки. Правым флангом снова Инферна мчится вперед. Передача. Романенко, передача. Здесь забивать. Забил. Забивает. Сейчас мы смотрим на повторе. Кто это был? Да, друзья. Да, да, да. Это Данил Третьяков. 71 номер. Да. Забивает. Подсказывают мне ребята на повторе. Спасибо нашему оператору, который сегодня работает без укоризни. Но фу-фу-фу-фу, как говорится, по такой тяжелой белгородской погоде. Итак, 1-0. Ну что, теперь будет веселей. Инферна сейчас сравнивается в онлайн-таблице, конечно, с футбольным клубом Кустовое. Теперь у них по 9 очков. Посмотрим, как это будет все выглядеть дальше. Итак, друзья, Кожин. Вот здесь передача хорошая. Можно бить! Тащит Роман. Молодец. И снова Губарев в центр. Разворачивается Романенко в стиле Артема Дзюбы. Но ничего не мог сделать. Губарев уже вернулся обратно подстраховать своих партнеров. Кустовое еле-еле тащит мяч. Здесь все на помощь пришли. Кожин с мячом. Снова Вьюнков. Подстраховывает. Смотрите, как великолепно в подстраховке играет. Юрий Белебеха. Защитник. Да, друзья. Ну что ж. Хорошие такие атаки. Белебеха здесь остановил всех. И продолжаем этот матч. И снова атака футбольного клуба Инферно. И опять, и опять с мячом. Третьяков. Можно левее дать. Отдает. И можно еще левее на кожаные. Нет. Третьякова снова передача. Паша. 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 Да, друзья. Вот такая вот у нас сейчас получилась цепь из имени Павла Кожина. Правым флангом снова Кустовое. Передача в центр. Великолепно играют защитники. Защитники футбольного клуба Инферно. И снова Губарев. Молодец. Седьмой номер. Илья Губарев. Хорош. А в предыдущем эпизоде, да, друзья. Артем Аксенов. Артем Аксенов был безукорезнен в отборе. И снова борьба у ворот Инферно. Передача направо, справа налево, точнее. Там все контролировал Италий Иванов. И мяч за боковой. Аксенов ведет его из этого положения. Да, по-моему, Ушаков Алексей показывает, главный арбитр этой встречи, что нужна замена. Да, замена следует. Кожин уходит. Меняет пока что своего главного нападающего Инферно. Губарев Илья. Заброс прямо. Прямо. Еще можно здесь. Ну, забить же. Забить же. Гол. Романенко. Кричим громко, друзья. Вадим Романенко забивает. Прекрасным ударом. Великолепная атака Инферно. Кустовое 2-0. Ну что ж. Ну что ж. Да. Не похож пока фаворит этой встречи сам на себя. Катит, бежит, летит вперед. Летят вперед футболисты Инферно. Ну, по такой погоде дождь сейчас усилился. Друзья, тучки. Возможно, завтра или послезавтра ожидается снег по прогнозу погоды. Поэтому надеемся, что не сегодня. Итак, снова левым флангом Кустовое пытается начать атаку. Ну, смотрите, в какой прессинг там идет Инферно. Все мячи просто не съедают. Опять Романенко слева направо. Можно отдать дальний фланг. Он снова на Романенко. Удар. Защитники парируют. Еще Романенко. Еще. Вадим, решай вопрос. Нет, передача здесь не проходит. И Кустовой отбирает мяч. Слева направо. Еще правее можно дать. Да, направо дают передачу. Бежит со всех ног. Передача налево. Но это ошибка Кустового. Поэтому момент сейчас здесь упущен. Итак, Инферно снова в атаке. Можно развернуться. Смотрите, как он великолепен сегодня. Это 31 номер. Снова направо. Теперь налево. Налево, конечно. Сейчас можно направо. Да, дать. Передача следует. На сюда. Можно ударить. Удар следует. Иванов. Великолепно. На месте. Виталий на месте сейчас. Давай, давай, Виталий. Выбрасывает как далеко. И опять на Романенко доходит четко в ножку. Кладет этот мяч. Передача. Ну, зацепиться же здесь бы 77 номеру Инферно. Ну, не получается. Кладем. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, штрафной, конечно, да, да, да. Сейчас выстраивается инферно в стеночку. Прошу прощения, кустовой, конечно, выстраивается в стеночку. И сейчас очередной шанс на гол есть у Романенко. Можно сделать счет 3-0. Посмотрим, удастся ли это Вадиму. Или он разыграет с кем-то из своих партнеров. Тут, конечно, вариантов хоть отбавляй. Можно и верхом, можно и низом. Романенко, разбег, удар, да. Высоко. Выше, чем створ ворот, поэтому... Мяч, разумеется, в створ не попал. И вновь Роман Деревлев ввел мяч в игру. Правым флангом здесь разгоняется Егор Дворяткин. Через центр, смотрите, как идет Егор. Егор, 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 отдавай, отдал. Откройся. И ни на кого, ни на кого не следует эта передача. А Виталий Иванов там высказывает своим защитникам, что, ребята, мол, так играть нельзя. И достается там, конечно, Владимиру Мирошникову, центральному защитнику Инферно. Поднимаем мы Виталия, потому что счет 2-0. Не хотелось бы упускать такую игру, которая идет. И идет. Из-за боковой Инферно. Здесь выиграть. Поворот за Гувриев. Хорошо. Дворяткин бьет по ногам сейчас. Одиннадцатому номеру. Инферно. Пока что судья показывает, можно играть. Губрев. Губрев. Еще, еще. Вот здесь. И снова через Губрева. Ну, Губрев предпочитает сейчас повозиться. И сфалить возле своей штрафной. Да. Романенко, конечно, сейчас недоволен. Высказывает и судье, и Губреву. Но. Итак, штрафной. В пользу Кустового. Можно передачу делать штрафную. Посмотрим, кто здесь может открыться под это открывание. Да все могут. Но опять, опять очередная ошибка. Вот не хватает Кустовому. Последнее время, друзья. Последние минут 10. Вот последнего этого паса. Потому что идет он совсем не точно. Не туда, куда предполагалось. По задумке. И никто не может там подстраховать. Да, и снова правым флангом. Дворяткин ушел. Можно было здесь хорошо все сделать. Удар поворотом. Блокирую. Добивает. Иванов тащит снова Виталик. Лучший Аксенов выносит этот мяч подальше. Да, сейчас впереди, конечно, Вадим Романенко недоволен тем, как играет в обороне его команды. И куда сейчас был вынос этого мяча. Романенко посчитал, что можно как бы было и на него сыграть. Кустовое снова из-за Боковой. Дворяткин здесь в центре. Центр будет готов бежать. Да. Перерыв фиксирует судья. Да. Ну что, друзья, отдохнем и мы. Перерыв. Итак, друзья, ну что, возвращаемся мы во второй тайм. Матч Инферно против Кустового. Ну что, пока что 2-0 Инферно уверенно ведет. Вот, были предпосылки к третьему голу, но пока что такова ситуация. Да, мы видели, что в перерыве игроки Кустового, конечно, больше на эмоциях высказывали своему, своим ребятам, друг дружке. И, конечно, главному судье. Сейчас левым флангом, там Кожин снова разгоняет направо. Удар! Здесь можно еще! Да, сейчас мог на дубль, по-моему, заходить уже господин Романенко, но, к сожалению, не получилось там у Вадима сыграть. Так, как хотелось бы. Так, как хотелось бы. И выжило то, как получилось. Итак, подача с углового сейчас будет. Конечно, если Инферно сейчас забьет, можно будет уверенно. Губарев налево... Прямо передача! Да, конечно, если сейчас забьет Инферно, можно будет доводить этот матч до победы. Аксенов, конечно, здесь должен навязать борьбу сейчас. Еще передача здесь хороша была. Гол! Гол или не гол? Гола нет. Правильно понимаю? Да, это Ефимов по левому флангу. Восьмой номер бежал. Максим Ефимов. Восьмой номер футбольного клуба Кустового. Да, друзья, продолжается ветер. По второму тайму, конечно, я не представил сейчас. Во-первых, арбитр этого матча. Это Алексей Ушаков. И, разумеется, комментирует для вас Иван Жуков. Передачку можно направо. Да, что и делается. Ой, хорошо там проходило. Губин надо выносить. Да. Хорошо. Снова губин с мячом. И здесь можно еще левее сыграть. Или удар. Ну, удар этот далеко и не точно. От 29 номера. 29 номера Кустового. Отворот. Отворот кричит. Судья этого матча. И Виталий Иванов, конечно, галкипер Инферно высказывает сейчас своим ребятам за то, что нужно не так играть. Нужно получше играть в этом матче. Да, отворот сейчас будет выбивать Владимир Мирошников. Володя обладает хорошим выносом. Да, далеко туда. Но ни до Романенко, ни до кого из игроков его команды этот пас не доходит. Передача у Кустового уже налево. Бежим, 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 удар, прострел. Блокирует там снова Мирошников все. Снимая буквально в зародыши этот опасный момент. И снова там Войтенко. Прошу прощения, Ефимов. Ефимов, конечно, в штрафной площади. Восьмой номер сейчас будет готовиться забегать в эту штрафную. Подача от Никулина. Передача! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А можно было сейчас и забить. Юрий Белебеха подключался. Хорошо. Неплохо сейчас было все. Ну что, Иванов снова отворот. Виталий, да. Посмотрим, точно ли это будет. Достаточно точно. Романенко там поборолся. Да, и сейчас пошел мяч этот сбрасывать Артем Аксенов. И за боковой сбросил. Там Романенко снова пытался побороться за него. Но подбор проигран. Губарев, Губарев, бойся Илья. Бороться там на том фланге. Не дать им пройти. Это, по-моему, там снова... Снова седьмой номер. Александр Никулин боролся против Ильи. Да, и там Белебеха мы видим лежит. По свистку показывает Ушаков. Да, и игроки просто из-за того, что паникуют, наверное. Поэтому игроки Кустового выговаривают сейчас главного судья матча Ушакову. Конечно, когда есть шанс взять сегодня чемпионство. И вот Кожин разбегается по левому флангу передачи. Романенко, закрывай вопрос! 3-0! 3-0! 3-0! Вадим Романенко! Инферно! 3-0! Ну что, друзья! Вот, наверное, и с этого момента можно считать, что Инферно включается в борьбу за чемпионство. 9 очков у них сейчас в онлайн-таблице. Поэтому, да, не ожидали мы такого исхода от сегодняшнего матча ко второй его половине. Конечно, надеялись, что будет борьба здесь по ожесточению, но, к сожалению, случилось как. Случилось. Ну, посмотрим. Возможно, будет возможность отыграться еще у игроков Кустового. Если вот так ошибаться, они, конечно, не будут. Снова Романенко! Удар! Ну, там Роман Деревлев на месте у Кустового. И снова налево передача. Левеха на левее еще можно. В центр еще лево. Можно бить. Нет, передача что следует. Снимают ее игроки. Инферно ликвидирует этот опасный момент. Еще снова с мячом Кустовичани. Если Кустовичани, как их можно назвать. Ближе, ближе. Здесь нужно не фалить. Иванов тащит. Из ближнего угла здесь. Сыграл хорошо Виталий. И снова угловой. Посмотрим, как корнер этот подаст игроки Кустового. Удар! И снова оставляют одного там. Это Юрий Белебеха пытался замкнуть передачу. Но у него это не вышло. Хорошая задумка пока что у игроков Кустовое. Но реализовать у них ее не получается так, как надо. Иванов снова отворот. Хорошо. Далеко. Высоко. Здесь Романенко бежал до конца по этому мячу. Но не получилось. Вот здесь спину подталкивает, конечно, сейчас Артем Аксенов, футболиста. Это такой тактический фол, друзья. Итак, Кустовое снова с мячом. Подача штрафного будет в штрафную площадь. Там борются. Там Дворяткин помогает на подборе. Вот он снова отбегает. Одиннадцатый номер. Направо уже ушел. А передача здесь налево следует у Кустового. Еще можно пробить. Удар! Встелятся буквально в подкате игроки Инферно. Вынос Романенко зацепится. Аут зарабатывает. Вадим хорошо. Нормально. Продолжаем. Да, и опять, по-моему, Аксенов сейчас идет к этому мячу. Артем громко кричит. Передача доходит. И снова направо. Вадим. Удар поворотом. Там, там замыкать можно было. И вот сейчас Кожин. И уже не Кожин. Деревлев вытаскивает этот мяч. Роман далеко рукой забрасывает его туда. Подальше в нападение. Можно передать что-то направо. Не доходит она точно. И сейчас Илья Губарев будет выбрасывать этот мяч. Взбрасывать этот мяч, конечно. И за боковой. Такой русский Илья Губарев, русский Кевин Дебрюйне. Посмотрим, как сложится дальше матч. Получится ли у Ильи забить. А тем временем сейчас будет пока что. Будем смотреть, получится ли у Кустового сейчас забить. Подача со штрафного. Здесь все снимает. И побежал Романенко. Побежал снова. Но здесь сам Кожин может зацепиться. Деревяткин, Дворяткин возвращается. Снимает это все. Подача в штрафную Инферно. И Виталий Иванов у мопомрачительном прыжке забирает этот мяч. Разгоняет снова Инферно атаку. Налево русский Кевин Дебрюйне Илья Губарев. Передача прямо вот здесь. Не дотягивается до мяча. Романенко. И снова уже пошла атака левым флангом Кустового. Можно еще здесь сыграть. Пятка. Нет, пятка не выходит. Передача никуда. Передача никуда не выходит. У 23 номера. Да, и Владислав Масловский сейчас, конечно, выговаривает своим партнером, что так, друзья, играть нельзя. Нужно открываться, потому что передачу он сделал по задумке хорошую. Но на нее никто не отреагировал. Да, замену сейчас показывают, разрешает делать господин, почему же господин, товарищ судья, Алексей Ушаков. Виталий Иванов не догоняет, и мяч на угловой уходит. И снова. Вот здесь пытались собрать у Кожина мяч. Кожин снова разгоняется. Дворяткин не дать пройти, но он дает пройти. И останавливает только... И останавливает его только... Третий номер. Это Юрий Белебеха. Хорошо сыграл Юрий. Сейчас против Кожина. Все в рамках правил. И за боковую выбил этот мяч. Губарев снова здесь. Подыгрывает опять. Да, Виталий показывает Мирошникову, что уйдет мяч. Я контролирую. Молодец, Виталий. Справа уже открывается под него для передачи Аксенов. Но Виталий показывает, идите вперед. Я выбью. Боритесь там. Далеко. Хорошо. Зацепляется здесь. Зацепляется и снова Романенко. Вадим Романенко. Чемпион по подборам сегодня. Аксенов не фалить бы. Не фалит. Смотрите, Артем не фалит. Вот здесь. Дворяткин. Удар поворотом. Виталий Иванов. Иванов. Снова великолепен Виталий. Хорошо. В стиле прыжков Мануэля Нойера и Давида Дехея сейчас что-то такое изображает Виталий Иванов. Блистательный. Сейв. Падение. Падение 23-го номера штрафной. Здесь побороться, выбить бы. Да. Еще можно здесь побороться. Снова бороться. Да, игроки Кустового жаловали, что там удар в руку попал. Но руки не было. И можно накожено. Накожено. Налево. Да, и Романенко. Она выдышит этот пас. Передача заходит. Но Роман Деревлев выходит и парирует. Выбивает, точнее, этот мяч. Романенко снова здесь в борьбе в центре поля. Ой, какая хорошая передача. Какая хорошая передача. Да, сейчас игроки Кустового высказывают. Игроки Кустового сейчас высказывают, конечно, рефери Алексею Ушакову. Но, 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 но. Не преклонен он в своем решении сейчас. И не дает этот штрафной. И за боковой, и не дает этот, даже пенальти, да, пенальти требовали в штрафной площади. И снова за боковой Кустовой. И снова здесь. Смотрите, как расставились игроки. Буквально, как большинство хоккейное. Выноси, своего попадает. Иванов тащит. Ворота пустые. Добивание. Гол. Да, ошибка сейчас здесь вышла. Защитника Артем Аксенов и Виталий Иванов не разобрались. И... Ой, 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 сейчас, смотрите. Войтенко забил, по-моему. И сейчас... И сейчас, да, у нас потасовка небольшая здесь на рефере этого матча Алексея Ушакова. Да, мы видим, идет, подходит к ним разобраться сейчас глава федерации футбола. Это Тимофей Пызенко. Да, друзья, вот такие вот страсти кипят. Ну что, 3-1. Я сейчас спрашиваю у оператора. Войтенко, правильно? Я увидел, по-моему, забил этот мяч. Забил Максим Ефимов. Ефимов, прошу прощения, конечно. Не... Да, не Войтенко, а Ефимов. Максим Ефимов, он как раз сейчас в центре поля спорит, да, с арбитром этого матча. Да, 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 друзья. Ну что же, это футбол. Это футбол. Это борьба. Да, это накал, конечно. Да, и Тимофей Пызенко сейчас разбирается в этом эпизоде. Вот это поворот, друзья. Да, срочно завершается матч, правильно я понимаю, сейчас? Да, да, срочно. Команда Кустовая выходит, уходит с поля. Недовольны они судейством. Вот это поворот, друзья. Вот это поворот, друзья. Неожиданно достаточно. Довольно неожиданно. Ну сейчас посмотрим, Тимофей Пузенко, удастся ли ему вернуть команды обратно на поле. Да, Ушаков сейчас объясняет свои решения. Деревлев пошел к воротам. Отошел от этой ситуации, правильно делает Роман. Да, Ушаков сейчас на повышенных тонах Ефимову восьмому номеру, правильно объясняет сейчас, да? Ефимову больше всех, по-моему, негодует. Здесь... Да. Да, и опять, опять Ушаков пытается объяснить игрокам Кустового, что так, что не так. А, вот на что они среагировали. Вот сейчас мы понимаем. Теперь, друзья, на бросок главного судью, я так понимаю, среагировали... Среагировали, среагировал судья, бросок мяча, да? Ну, повторю, тут, конечно, лучше посмотреть, друзья, потому что у нас сегодня... Да, запись, вы, конечно, можете посмотреть на повторе. Ну что, уходит ли, остаются игроки Кустового? Как-то видно, что-то на полкоманды согласны, полкоманды не согласны, видимо, так. У футбольного клуба Кустовое. Ухоев, вроде, как я понимаю, да? Четыре игрока ушло, остается еще четыре. Да, команда, видимо, принимает решение уйти с поля, не доигрывать эту игру. Но это поворот, друзья, впервые на моей практике такое. Да, вот мне подсказывают сейчас здесь коллеги на мостике, что, да, это второй раз в истории Держиницы Беленихина, конечно, тоже уходил. Уходил, но что же, друзья, посмотрим. Нет, возвращается, возвращается сейчас, возвращается, ребята. Должны вернуться до игрок, конечно, это... Ух, вот это, друзья, нервы. Нервы подсдают, конечно, понятное дело. Один-три проигрывает. Футбольный клуб. Да, Ушаков продолжает сейчас высказывать свое решение Ефимову, автору гола в этом матче. Вот подошел один из игроков Инферно. Да, друзья, ну что, принимает решение команда Кустовое выйти, доиграть этот матч. Я очень аплодирую лично я команде, потому что доигрывать всегда нужно, доигрывать всегда... Доигрывать всегда важно. А тем временем 8 минут, подсказывают мне, остается до окончания этого матча. Ну что, друзья, если учесть то, что где-то минут 7 и 8 мы потратили еще на разбирательство между командами и судьей, а поэтому, я думаю, добавить, должен добавить что-то Алексей Ушаков, не дай бог, конечно. Просто холодно сегодня в Белгороде, конечно. Ну что, 3-1, Инферно продолжает вести, Ефимов автор гола с мячом, направо передача, передача налево. Здесь нужно аккуратнее играть Аксенову. Аксенов великолепно играет здесь. И еще Аксенов великолепно, великолепно. И снова Ефимов выбивает у него мяч. Смотрите, мяч, просто ветер на такой силе, что мяч просто вылетал вперед, крутанулся по орбите и вернулся обратно же. Да, вот в таких погодных условиях иногда приходится командам играть, дорогие друзья. Феноменально, конечно. Я смотрю сейчас на одинокого на той части поля Деревлева. И вот здесь передача, смотрите, какая хорошая следует от Вадима Романенко. Ну не доходит она там до 77-го номера команды Инферно. Там побороться. Ефимов снова с мячом. Губарев атакует его. И довольно успешно аут в пользу команды Инферно. И за боковой Инферно вновь. Губарев вперед, заброс. Достанет или не достанет, достают здесь игроки Инферно этот мяч. По центру направо дает передачу Романенко. Романенко на Романенко. И там Романенко зарабатывает очередной угловой в этой встрече. Да, продолжает Ефимов что-то высказывать игрокам Инферно. Ну, зря он это делает, потому что нужно играть в футбол здесь, а не рассуждать. Футбол не терпится слагательного наклонения, поэтому если бы до кабы, уже случилось так. Момент заигран, как говорилось, да? Мирошников. Вот это удар по Дворяткину. Дворяткин покажет, я спокоен. А Аксенов, конечно, сейчас исполнил, так исполнил. Артем. Итак, Виталий Иванов от ворот. Ну что, время медленно тает. Инферно медленно и верно идет к победе. Но время еще есть на этих два гола. Два гола будет достаточно Кустовому сегодня для того, чтобы стать чемпионами. Если они не пропустят. Смотрите, как хорошо разворачивается. Великолепен! Великолепен голкипер Кустового! Великолепен! Хорошо сейчас сыграл. Конечно, если бы здесь сейчас забил Инферно, вот здесь бы можно было сушить весла, как говорится, и заканчивать этот матч. Но великий Роман Деревлев не позволил это сделать. Передача еще левее. Вот здесь Инферно забить? Нет, не получается! Ефимов! Кубарев! 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 Молодец, Илья! Седьмой номер Кевин Дебрюйна, белгородского футбола. Илья Губарев сейчас сделал все, чтобы было все хорошо. Аксенов бежать! Артем сыграть хорошо. Можно через... Нет, нельзя через вратаря. Уходит мяч, да. И снова из-за боковой кустовое. Ефимов здесь снова принял мяч. Еще передача! Удар! Мимоворот! Отворот мяч. Да, Ефимов здесь и здесь сейчас будет спорить, но это здесь было видно, что удар просто не получился у него. И, конечно, конечно... При холодной такой погоде страсти сегодня зашкаливают. Мирошников хорошо играет. Снова Аксенов с мячом показывает вперед, отдает на Мирошникова. Можно здесь развернуться еще левее. Это они играли сейчас через Данила Третьякова. И вот здесь снова передача дошла. Можно левее, но лево можно же. Смотри, через Губарева играет. И передача на правах. Смотрите, какую хорошую передачу исполняют здесь. Снова из-за боковой. Это Юрий Белебеха. Третий номер. Сыгрался своим вратарем. И там Дворяткин дотягивается, но мяч уходит за боковую. Илья Губарев сейчас выведет его. Ведет его в игру. Да, мяч веден. Петка здесь. И там Романенко-Вадим накручивает одного. Передача в штрафную. Забивай! Ну забивай же! Да! Инферно выпускает еще один момент. Сейчас могли забивать. Делать счет 4-1. И говорить до свидания. До свидания. Чемпионским амбициям Кустового. Но пока что оставляют их в этой чемпионской борьбе. И дают им шанс подумать о том, что сегодня, если они отыграются, могут стать чемпионами Ну что, продолжим, друзья Да, ветер еще как будто усилился, невероятно холодно сейчас в Белгороде, друзья Продолжается этот горячий по накалу матч Белебеха, по-моему, с мячом Да, передача вперед И не дать пробить, удар Выпрыгивает, как в лучшие времена Мануэля Нойера Виталий Иванов И мяч идет мимо ворот Итак, Виталий Иванов снова от ворот Подальше, подальше, Романенко там показывает, я готов принять Передачка исследует на него, но надо было играть по-другому немножко Вадиму И вот здесь еще бежать Романенко снова с мячом, можно левее, можно правее Передача в центр Срезает свои ворота Срезает свои ворота мяч По-моему, это был Юрий Белебеха, правильно я все понимаю? Нет? Третий номер Да, 4-1, друзья Ну что, вот так вот жал, жал инферно И дожал И вот снова Дворяткин, еще бежит вперед, не сдается за последнего Кустовое, ну здесь выбивает, надежно играет По-моему, 17-й номер команды инферно Вперед, вперед, Дворяткин там снова с мячом И снова на... И снова доходит мяч здесь до цели $77, номер разгоняет атаку Можно забивать, 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 забивать Забивать! 5-1 5-1 Брависсимо инферно Ну что, теперь можно сказать, что Кустовое Сегодня чемпионом не будет Не будет И нам потребуется для этого выяснения еще один тур, друзья Сейчас в онлайн таблице, конечно, у Кустового также останется 9 очков Инферно, да, будет еще 9, но там Фламингос, конечно, будет подпирать в следующих матчах В следующем матче за это чемпионство Вот, посмотрим, друзья, как это все будет Да, может так случится, что у всех будет по одинаковому количеству очков Тогда это будет совсем красиво И снова в атаку идут футболисты Футболисты, да, пытались идти Инферно Но опять сейчас Кустовой перехватывает мяч Артем Аксенов, вот здесь, в подкате, великолепно Великолепно сейчас играет автор гола из Инферно 77 номер И за боковой сейчас Кустовое Дворяткин там открывался под передачу Можно здесь пробить Можно здесь было пробить Но не пробили Виталия Иванова И Виталий Иванов снова показывает свой хай-класс Еще, 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 еще Кустовое снова бежит вперед Ой, какая передача Деревлев Спокойной таким-таки вкидочкой Ну, здесь сжибается вратарь И здесь снова Инферно Можно удар, Деревлев Да, ну что, неоднозначно, но забирает мяч в ручки И вот здесь Аксенов Кричит ему громким рыком Виталий Иванов Что я выйду, заберу Выходит Виталий и забирает этот мяч Показывает, да, что сбросит на Аксенова Но выносит далеко вперед Бороться Бороться, 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 бороться Еще раз бороться надо было за этот мяч И снова Кустовое за боковой Ну что, 5-1 Посмотрим, удастся ли отыграться сейчас в команде За эти оставшиеся минуты Ну, Виталий Иванов там кричит У него другое мнение Он, конечно, хочет, чтобы сегодня Команда Инферно держала победу И вышла на первое место У меня первое место В группе А второй лиги Дворяткин Подача Смотрите, даже вратарь пошел туда вперед Да Итак, свисток Ну что, поздравляем по команду Инферно с победой, со счетом 5-1 Ждем игроков на интервью Спасибо, друзья Это был классный футбольный вечер Дорогие друзья Ну что, у нас после матча Победитель, из команды победителя Игрок Артем Аксенов Ну что, поверок с победой Добыли три очка Важнейший, конечно, кустовой перед этим матчем Если побеждал бы, рассчитывал бы сегодня уже на чемпионство Но вы это чемпионство отобрали Какие эмоции первые после этого матча? Первые эмоции Мы, конечно, рады были победить этот матч Наша задача выиграть этот чемпионат Поэтому, в принципе, с моей задачей пока справляемся Остался заключительный матч с Фалминго, с Энергомаш Завтра в 12 Планируем выиграть и забрать первое место Как вы вообще с командой сегодня готовились к этому матчу? Вы понимали же, что сегодня кустовое может обыграть вас И добыть чемпионство Как подстегивали дополнительно себя? Не подстегивали, просто весь сезон шли практически без поражений Только вот в первом матче была сечка С ними 1-0 проиграли Поэтому, в принципе, дополнительного настроя нам не нужно было На задачу выиграть сезон Этого настроя нам хватило на победу Отлично, спасибо большое И желаем удачи в следующем матче Спасибо Дорогие друзья Ну что, это был суперматч Инферно против Кустовое Инферно со счетом 5-1 побеждает Спасибо вам Жуков Иван был с вами До новых скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok